Привет всем! Если после запуска двигателя над приборной панелью не гаснет лампочка аккумулятора, это дает нам повод подозревать в неисправности генератора. Автомобильный генератор устройство обеспечивающее преобразование механической энергии вращения коленчатого валя в двигателя в электрическую и обеспечивает не только зарядку аккумулятора, но и используется для питания электропотребителей. Без полноценной работы генератора аккумулятор, каким бы мощным и свежим он ни был, надолго не хватит. Водные процедуры, мойка двигателя и купание в речке, ему противопоказаны. Обильный водопад к новинам приведет к коррозии и последующему ремонту генератора. Если же визуальный осмотр проблему не выявил, значит повреждение скрыто в глубже. Раньше наши дети на автомобиле генератор проверяли просто. Заводили машину и скидывали клемму с аккумулятора. Если двигатель продолжает работать, то генератор работает исправно. Если же мотор тут же глох, то это означало, что генератор неисправен. Проведение такой операции на современном автомобиле грозит большими проблемами с электросетью автомашины. Многие приборы и узлы такого скачка просто не переживут. И мозг автомобиля с большой вероятностью выйдет из строя. Есть другой простой метод проверить генератор. Но он потребует самый простой мультиметр. Стоимость которого не превышает 300 рублей. И поверьте, самый полезный вещь в багажнике автомобиля. Продается и на Алиэкспрессе. Ссылку оставлю ниже под видео. Прежде всего, необходимо промерить напряжение на аккумуляторе. При заглушенном двигателе нужно просоединить щупы мультиметра по назначению. Предварительно переведя рычажок на напряжение 20 В. Результат в диапазоне от 12,4 В до 12,8 В считается хорошим. Далее заводим мотор. И вновь наблюдаем. Если прибор показывает до 13,6 В и до 14,6 В, то конверк генератор жир и здоров. Потом, чтобы окончательно закрыть с уверенностью генератора, можно включить дополнительные потребители. Фары и печку. Включаем фары. Включаем печку. При полной нагрузке напряжение не должно подать ниже 13,4 В. Немедленно бежать за новым агрегатом в случае поломки не стоит. Генераторы можно ремонтировать. Это и дешево, и надежнее. Лучше ремонтировать родной заводской, чем покупать новое мануфактурное производство. Ну и в конце видео хочу попрощаться. Спасибо всем за внимание. И прошу подписаться на канал и вставить лайк. Спасибо всем за внимание.